Друзья, товарищи, добрый день! Сегодня я неспроста обложился вот этими различными компактными световыми приборами. Многие из них вы, наверное, уже видели. Ну, или пародии на них, да. Смотрите, здесь вот и такая вещь, очень прикольная, с собственным аккумулятором, обзор на которую уже был. И вот такой Surrey, обзор, на который мы сегодня с вами и будем смотреть. И даже вот такой Yangnu 150. И это тоже 150. И всё это уже в суперкомпактных корпусах. И сейчас эта тема стала крайне популярной, я бы сказал так, в световых приборах конкретно. Ну и давайте разбираться, а где же те самые заветные 150 ватт, которые нам обещают, как они выглядят и какие при этом всём есть нюансы. А ведь они есть. Погнали! Surrey C150X. Комплектация у нас одновременно и достаточно богатая, ну и в то же самое время не очень. Да, у нас есть сам прибор с собственным рефлектором. У нас здесь мини или микро баунс, короче, компактный баунс. Обычные модификаторы на все эти приборы, кстати, перечисленные, не подойдут. Это нужно сразу понимать. Также у нас в комплекте есть блок питания, кабель питания. Естественно, всё это состыковывается из двух половинок, как и у многих других приборов. Есть вот такая треножка. Неплохая, достаточно интересная. Ну, она очень пластиковая, то есть это как ручка, да, одновременно. И треножка. Причём мы можем её либо разогнуть вот на такую величину, и она фиксируется. Либо вот здесь такой фиксатор подвинуть, и уже она у нас раздвинется максимально широко. Короче, вот такая треножка. И непосредственно устройство, при помощи которого мы этот прибор будем устанавливать. Потому что на нём сразу размещен, знаете, такая собственная как бы штативная площадочка. И нам дана такая вещь, которая быстросъёмом на эту площадочку крепится. И, соответственно, мы сможем выбирать угол наклона прибора, только используя вот эту вот штуку. И это, кстати, тоже нюанс. Потому что на большинстве вот таких приборчиков, на них снизу мы с вами можем увидеть сразу четверть дюйма. Здесь это так выглядит, и на Yangnuo это тоже так же выглядит, сразу четверть дюйма. Поэтому нам нужны какие-то другие девайсы для того, чтобы этот прибор, встав на стойку, был наклонным, поворотным. Да, то есть без этого это не будет работать. Ну и, собственно говоря, на этом всё. Казалось бы, в комплекте всё есть, но в то же самое время всё это размещено просто в коробке, просто проложенной поролоном. То есть никакого кейса нам за мне эти средства, да, за эти деньги не дают. Но, как всегда, вот у всех таких приборов, которые мы с вами могли видеть до этого, которые выглядели вот так вот, у меня уже были обзоры на такие девайсы, вы сами понимаете, да? И у них у всех, как правило, либо была своя собственная батарея, такая вот хитрая, красивая, либо они питались не только от DC, но и от Type-C. И этот прибор не стал исключением. Так вот, наверное, самые большие лохматые нюансы кроются как раз-таки здесь, когда мы подтыкаем ему Type-C. Например, вот такой смолреговский аккумчик прекрасный. Да, он маломощный, скажете вы, но при этом всё. Работать эта вся история будет? Конечно же, будет. Вот так вот я засветил камеру. Наверное, отведём его в сторону. Но, ребятушки, вот на таком девайсе, я вам сразу скажу, 18% это максимальная мощность, на которой будет работать данный прибор. И это первый вот такой нюанс. Если пробежаться по всему, что касается управления. Смотрите, включается у нас прибор удержанием отдельной клавиши включения сверху. И у нас две вертушки, всеми любимые. Одна регулирует цветовую температуру от 2700 кельвинов до 6500 кельвинов. По нажатию на эту клавишу у нас включаются эффекты, которые мы впоследствии можем этой же вертушкой выбирать, а соседней увеличивать мощность, яркость этих эффектов. Короче, эффекты, как всегда. Вот эти вот все мигалки и прочее, не вижу смысла даже их обсуждать. Потому что каких-то действительно интересных, уникальных, назовем их так, здесь нет. Если мы удерживаем верхнюю клавишу, то мы попадаем в чуть более интересное меню. Вот это меня действительно заинтересовало, потому что здесь мы можем выбирать, управлять кулером. И помимо автоматического режима есть High, Medium и Off, что немаловажно. То есть его можно совершенно выключить для того, чтобы сделать так называемый тихий режим. Это очень приятно. А также в этом меню мы управляем Bluetooth. То есть включаем и выключаем для того, чтобы управлять этим девайсом через приложение. Чем я заниматься, конечно же, не буду. Не вижу никакого смысла, ни малейшего. Ну и, собственно, на этом все. Больше, больше здесь ничем мы управлять не можем. Кулер у нас включается автоматически. У нас нет никаких, знаете, вот нюансиков, как вы, например, увидите в следующем обзоре на Yangnu, когда он прям показывает, а в скольки ватном режиме он сейчас работает. И точно то же самое есть вот здесь. Вот этот Алифа. Он заявлен как, допустим, 60-ваттный. Но при этом по факту он работает на 40 и только в Boost режиме. Работает на 60. Я, кстати, мог напутать сейчас с цифрами, но вы меня поняли. И точно то же самое на Yangnu тоже есть. То есть он работает в 60-ваттном режиме от батареечек. Если вы его подключаете к сети, то он может работать и на 100-ваттном, на 120-ваттном. Но 150 ватт, свой максимум, он выдает только в определенном диапазоне, там от 300 до 5600. И говорит, что очень сильно будет разогреваться, что очень сильно будет шуметь кулером. Короче, предупреждает, господи-господи, зачем вы включили 150-ваттный режим. Здесь же у нас нет никаких абсолютно предупреждений о том, что мы там не можем сейчас полную мощность использовать, не можем это использовать, не можем то. Единственное, что вот от такой батарейки мы с вами 18% яркости можем включить, и это будет максимум. Я вам могу показать, как я затестил это с более крупной батарейкой. И там он мне позволил 38% от максимальной яркости. Даже с огромным V-маунтом по Type-C. Это нужно иметь в виду, и это далеко не 150 ватт будет, вообще даже рядом не валялось. Ну и единственный элемент, единственный вот такой сценарий использования, в котором он действительно покажет все свои 150 ватт, это от розетки, от штатного вот этого блока питания. И там, да, действительно, просто на 100% мы его выкручиваем. И со своим вот этим вот интересным рефлектором, сейчас тоже этот тест покажу, он показывает достаточно неплохие результаты. Давайте на них и обратим внимание. Все тесты я проводил примерно с метра, настройки камеры никак не менялись, стена эта светлая никак не менялась. Смотрим на Wayform. Смотрите, вот что этот Surrey на максимальной мощности показывает нам без рефлектора. Без рефлектора это тоже такой важный параметр, но на самом деле не настолько важный, просто абсолютная вот такая вот мощность. Да, смотрим. Вот без рефлектора его показатель. Ради интереса, вот показатель на максимальной мощности. Yangno 150, тоже без рефлектора. И просто как еще один вариант на тему, это Amaran 200XS от Aputure. Там уже 200 ватт, трушный, там большой вот такой прибор. И то, как они испускают вот свои эти 200 ватт. Все эти три картиночки вместе смотрим, немножечко какие-то выводы для себя делаем. Ну а теперь рефлектор. Ставим вот этот вот рефлектор заводской на него. Смотрим, что мне нравится. Нравится то, что по всему кругу картиночка ровная. Нет каких-то вот непонятных переходов от светлого к темному. И яркая точка посередине практически не чувствуется. И мощность его вот с этим рефлектором вот такая. Вы ее можете видеть. И ровно в то же самое время мощность Yangnu со своим рефлектором вот такая. Вы ее тоже сейчас можете видеть. И опять же в то же самое время мощность Amarano 200XS со своим рефлектором вот такая. Он мощнее всех, я это могу и так сказать. И понятно, он 200. Но вот что интересно. У него настолько уникальный рефлектор, что с ним изображение всегда у нас супер яркая горящая точка. И дальше какое-то вот кольцо такое нисходящее, где уже у нас яркость гораздо ниже. Ну, я не знаю. На мой взгляд, это как-то не очень прикольно. И вот на этих двух малышах, на обоих, если мы просто рефлектором светим, они более ровное по яркости пятно дают, с которым попросту легче работать. А если вы по каким-то причинам используете свет просто с рефлектором, у вас и есть такие задачи, да, съемочные, то вот, блин, с Amarano, с очень качественным, хорошим прибором, по сути, просто с рефлектором работать сложнее просто из-за того, что у него очень яркое, горящее пятно в центре. Ну, а здесь все вот таким образом выглядит. И еще раз, вот я вам показываю все три этих изображения с рефлекторами. И уже сами делайте выводы. Вот если мы точно знаем, что Amarano, например, свои 200 Вт выдает, опять же, стоит иметь в виду, что он у нас X, XS, то есть это B-Color. И все эти приборы на 5600 мы тестили. Но и эти все приборы тоже B-Color. Если бы они были моноколорными, то они бы выдавали прям вот все там, допустим, 150 или 200 Вт одного цвета, вот, максимальной мощности. И были бы ярче. Но тут у нас все это немножко ограничивается еще и тем, что они биколорные. Это нужно иметь в виду. И прямо сейчас я посмотрел, опять же, расположены сами диоды, зачастую, как и на многих других приборах, то есть холодные и теплые, просто полосочками. Вот так вот. Не какими-то кольцами, как это сделано, например, вот здесь. Это очень интересно, я вам показывал. Здесь кольцами холодные, теплые и в центре цветные. Здесь полосками. И на Янгнову просто тоже стало интересно. Тоже полосками. Как и на любом биколорном приборе. Вот такая история и вот такие вещи, такие мысли, которые вы точно должны знать об этих приборах. То есть вот сами ограничения. А что? А где будут включать кулер? А можно ли его совсем отключить? А какая будет яркость, если вот по Type-C запитать? Какая максимальная яркость? А какие ограничения? Ограничения всяких до хрена. Ну вот у этого Сюрей С150Х на самом деле их меньше всего. Он просто дает очень низкую яркость, на мой взгляд, при работе от Power Delivery. Во всем остальном он как будто бы реально лупит свои 150 Вт. И не нравится мне в нем всего две вещи. Первое это отсутствие натурального баунса. У меня по-прежнему нет переходника. То есть все это надо морочить через переходники, чтобы надеть его на нормальный софтбокс. Точнее софтбокс надеть на него, да? Ну, неважно. В данном случае такое чувство, что его надеть на софтбокс, да? Потому что он очень крошечный. Ну и последнее, что если эти приборы уже мощными делают, то одному богу известно, сколько на максимальной мощности они проработают. Насколько вот тяжело им будет себя охлаждать. Они будут шуметь. Они будут страдать. Просто я не знаю, насколько это будет надежно. И я считаю, что если вам важна именно мощность. То есть вот компакт можно взять какой-то маломощный. А если вы хотите что-то побольше взять и в компактном корпусе, то, ну, наверное, здесь надо некомпактный корпус выбирать, если вам нужно больше Вт. Опять же, это исключительно мои мысли, мои домыслы и все такое. Ну, а решение о том, совершать покупку или нет, как всегда, принимать только вам. Продаются эти приборы. Вот конкретно этот я брал в Кремлин Стори. Ценники вы видите. Как всегда, Алиэкспресс или какие-то другие там сайты непонятные, где вы заказываете из-за границы. Там можно найти дешевле, подождать. И все в этом духе. Короче, такие дела, ребят. Вы были на канале Budget Filmmaker. И еще один световой прибор, такой, как сейчас модно. И уже в одном из следующих выпусков мы с вами будем рассматривать Янгну 150. И он еще более интересный и нюансный прибор, чем этот. Увидимся в том ролике. Продолжение следует...